Настоящая зима пришла в феврале. Похолодание и мокрый снег. Кажется, природа отыгрывается за небывалое тепло. Синоптики отмечают, что такое резкое изменение погоды связано с перемещением атлантического циклона из Западной Европы. Как минимизировать последствия стихии? На базе коммуналдорсервиса прошло выездное заседание городского штаба по борьбе со снежными заносами. Резкое снижение температуры, сильный ветер, снег с дождем и возможное обледенение. Атлантический циклон принес нам первую непогоду этой зимой. Все службы находятся в режиме готовности. Есть соль, песок, теплая одежда, места обогрева и специальная техника. Каждая организация напрямую взаимодействует с городским штабом. Организованы круглосуточные дежурства. В случае необходимости на улицы выйдут дополнительные бригады. Заготовлены пилы, масла, получено топливо дополнительное. Техника готова, водители готовы. Бортовые, крафтера, малый подвижной состав все готовы. Служба логоустройства тоже готова ко всему. Лопаты, грабли на складе все есть. Очень большая проблема – это ветер. Значит, по прогнозируемому ветру, я вам скажу, что у нас, в принципе, страшным ветром по нашему региону считается ветер до 18 метров в секунду. То есть порыв в 18 метров в секунду – это уже очень серьезно. Прогнозируется до 21. Если где-то у кого-то начинают валить деревья, как правило, в частном секторе есть трубы газоснабжения, электроснабжения линии, чтобы своевременно обращались за помощью, не доводили ситуацию до крайности. Самые сложные участки дорог – перекрестки, подъемы и спуски. Работа общественного транспорта будет регулироваться четко. Чтобы избежать заторов в случае ледяного дождя, интенсивность движения будет снижена. То есть интервалы между троллейбусами будут увеличены, чтобы дать возможность коммунальным службам обработать дорожное покрытие. Если обледенение, значит, в ночь мы сформируем бригаду из водителей, которая будет объезжать по всем маршрутам, сбивать штангами, получается, соответственно, этот лед. У нас дежурит дежурная смена постоянно электромонтеров, которые все что выезжают. Спасатели предупреждают водителей – не оставляйте автотранспорт вблизи деревьев, на дорогах соблюдайте скоростной режим. А лучше, без необходимости не выезжайте на личных автомобилях. Пользуйтесь общественным транспортом. Пешеходам быть внимательным не только на дороге, то есть при прохождении в случае гололеда, но и обращать внимание на козырьки, на рекламные щиты, деревья. То есть при подобном ветре возможны срыв определенных конструкций, либо веток и нанесение определенных травм. Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, сообщите по телефону 101 в единую службу спасения ПМР. Ну а синоптики дают позитивный прогноз. Непогода продлится всего несколько дней.